Всем привет, с вами Джео, это первая часть с прохождением Фронтер Пилот Симулятор. Если коротко об этом мирить, то сейчас 2236 год, идет широкая колонизация планет с целью добычи полезных ископаемых и захвата жизненного пространства. Перелеты осуществляются на гигантских грузовых кораблях, которые находятся в пути от нескольких дней до нескольких месяцев. Не буду вас обнадеживать, кажется на таких штуках полетать нам точно не удастся, а насчет полета в несколько дней. Да тут во имя великого кербонавта добрые 5 минут вы без дозаправки не продержитесь, какие уж несколько дней, забудьте про это. Вы не поверите, когда увидите, как поначалу быстро уходит топливо. Место действия планета Аслан, и честно говоря, мне постоянно хочется назвать ее Асланом. Не по обиду всем Асланом, но как по мне, имя планеты крайне неудачное. В общем, эта планета довольно перспективная в плане колонизации, гравитация здесь близкая к земной, а вот азотная кислорода, содержащая атмосфера, в неизменном виде непригодна для дыхания. Из-за враждебной микрофлоры и ядовитых примесей здесь есть белковые формы жизни. В планах у здешних корпораций в течение 15 лет провести последовательные изменения атмосферы и сделать планету пригодной для жизни. На планете активно расширяется колония Аслан-1. В эту колонию входят специалисты терраформирования, строители, пилоты и инженеры. Недавно в ходе локальных исследований на крупном вулканическом острове было обнаружено богатое месторождение Ливермория. Точнее, там зафиксировали выбросы с содержанием этого ценного элемента. Вследствие, весьма оперативно была начата разработка этого ресурса, а планета стала еще более привлекательной для колонизации. Начальный остров довольно крошечный, рядом еще есть два острова, пустынный и обычный зеленый с растительностью. Практически такой же, как этот. Также на приличном расстоянии находится большая земля, но добраться до нее сейчас, как и в общем-то до этих ближайших островов, невозможно, не хватит топлива. Сперва необходимо заняться грузоперевозками на этом маленьком острове, заработать первую денежку на модернизацию корабля, а уже потом можно отправляться на другие, более дальние локации. Первым делом я, конечно же, отправился в настройки, чтобы переназначить кучу клавиш. В эту игру лучше играть с джойстиком, но если его нет, то я уже снимал видео на тему переназначения клавиш в этой игре. Чтобы взять первое задание, нужно добраться до соседней посадочной площадки, первый запуск двигателей и взлет. С небольшим лагом, без каких-либо эффектов, справа появилось окошко с камерой под кораблем. При посадке это окно очень выручает, и именно этого очень не хватало в игре Star Citizen. Кстати, благодаря этому окошку я практически не использую мышку для обзора, да и взаимодействовать с интерфейсами также проще с клавиатурой. Немного пробегусь по интерфейсам, слева шкала с топливом, топливо здесь рассчитывается в килограммах, и иногда приходится выбирать между полным баком и тяжелым грузом. Справа мои финансы, чтобы заработать больше, нужно вначале вложиться в груз и найти место, где его можно выгодно продать. Прям как в Star Citizen, только тут с графикой все очень плохо. Также здесь можно зарабатывать на перевозке пассажиров, но обычно люди, в отличие от груза, более требовательны, и при их перевозке нужно уложиться в отведенное время, иначе они заплатят меньше положенного. В воздухе я провел около 2,5 минут, и за это время мой бак опустел наполовину. Следовательно, за 5 минут можно остаться вообще без топлива, и это еще только полет без груза. Чтобы дозаправиться и купить груз, нужно правильно встать на платформу. Обычно с опытом уже начинаешь приземляться сразу куда нужно. При взаимодействии с базой интерфейс можно смело делить на две части. Слева все то, что относится к кораблю, а справа все, что касается базы. На каждой такой посадочной площадке можно подзарядиться и купить груз. После дозаправки я купил груз с рационами питания за 850 кредитов. Эта коробочка весит 1 тонну и 250 килограмм, а доставить ее нужно на базу в Aslan Central, совсем рядом с этим местом. Так как груз уже в моем грузовом отсеке, он отображается слева. А если его выбрать, то на миникарте отобразится место с более выгодным пунктом сдачи груза. Или же можно выбрать ближайший пункт продажи, но тогда денег с продажи выйдет намного меньше. Я запустил двигатели и отправился сам не знаю куда, так как маркера конечной точки не было видно и я немного запутался. В полете карту открыть нельзя, а из-за большого веса груза в воздухе так долго не повисишь. Я решил сесть на площадку, с которой взлетал в начале. Управление при полной загрузке сильно меняется и маневрировать становится сложнее. Со слабыми двигателями это особенно ощутимо. Груз я продал и продал его не там где надо, потому что заплатили мне за коробочку очень мало. Пришлось возвращаться обратно и делать закупку повторно. Перед взлетом я конечно же посмотрел карту и в этот раз взял курс даже в правильном направлении. Но меня смутила эта база, точнее ее слишком близкое расположение. Я подумал, что моя точка сбыта груза находится за горной грядой впереди и забегая наперед, естественно я ошибался. Мой реактивный вертолет пролетел мимо гейзеров и приземлился на посадочную площадку базы, которая находилась в двух шагах от океана. На дозаправку ушел 91 кредит. С управлением по этим вкладкам я до конца не разобрался, поэтому случайно выгрузил коробку, а потом вместо того, чтобы ее загрузить обратно, купил какой-то груз, за который вроде даже и деньги с меня не списали. Спустя минуту я наконец-то выбрал нужную коробку, загрузил ее, а потом зашел в настройки игры и откопал там вкладку ИЛС, где и прятались все настройки навигации. Прям супер френдли игра, новичку тут очень будет просто освоиться. Активировал я все, что было можно и наконец-то у меня появился радар в правом верхнем углу, полоска с компасом в центре и разумеется все ближайшие метки для упрощенного ориентирования. На радостях я напрямик отправился к месту сдачи груза и чуть не влетел в гейзер. Это довольно опасные штуки, они бьют высоко в небо и на низкой высоте лучше облетать их на расстоянии, иначе с кораблем можно распрощаться. Но я как-то умудрился зацепить вулканическое испарение и прочность моего трюма упала до 17%, а еще я немного повредил корпус. Но все же это мне не помешало добраться до цели. На этот раз я приземлился где нужно и за доставку мне заплатили 4450 кредитов, что в общем-то немало и эта сумма точно покрыла все мои предыдущие огрехи. После я зарядился и купил отходы. Эти отходы сублимированные и формированные для дальнейшей переработки, утилизации и консервации. Не знаю, зачем вам эта информация. Доставить их нужно в порт Эстель, туда-то я и направился. Чтобы улететь с острова и в дальнейшем перейти на более дорогие контракты, нужно улучшить батарею, двигатели и купить крылья. Дело в том, что эта птичка может летать как в режиме вертолета, так и в режиме самолета. Но на эту модификацию вначале необходимо накопить кредитов. Еще один груз ушел за 1634 кредита. Неподалеку я увидел пассажира и решил его подобрать. Закат солнца. Небо тут красивое, но выглядит как-то все это нереалистично. Пассажира зовут Евгений и его нужно доставить на станцию Бора. Я открыл карту, чтобы поставить метку на конечную точку маршрута, но случайно переключился на другой объект, который находился на большом заснеженном острове. Эту землю я точно не ожидал здесь увидеть. Похоже, разработчики за год все же добавили что-то интересное в игру. В будущем я обязательно доберусь до сюда. Думаю, вам тоже будет интересно увидеть эту локацию. После того, как я выбрал цель, пассажир занял место в моем грузовом такси. Время на доставку 2 минуты, но это только в данном случае. Иногда приходится лететь через весь континент, и там уже времени в запасе гораздо больше. Пассажир остался доволен и заплатил мне 2892 кредита. Вот так за первую часть я уже накопил 10 тысяч. И вроде как мне хватит на первое улучшение, но чтобы не лететь к ангару с пустым трюмом, я захватил еще одного путника. В этот раз я двинулся в норд. Вечереет. Похоже, день подходит к концу. Согласитесь, вид очень красивый. Добравшись до норда, я избавился от пассажира, да заправился и забрал груз, который бросил здесь в начале видео. Кстати, за это время он так и не пропал. Чтобы модифицировать корабль, продать его или купить новый, нужно найти ангар. А он есть не у каждой базы. В каждом ангаре есть свои детали или какие-то уникальные модули для определенного корабля. Поэтому, чтобы собрать хороший аппарат, понадобится посетить чуть ли не все ангары. По интерфейсу здесь все так же просто. Справа доступные улучшения и сервисы. Заправка и ремонт. Ремонтироваться, кстати, тоже можно только в ангаре. Ну а слева отображаются все модули, установленные на корабле. Ниже аппараты, которые можно купить, мастерская и карта. Из доступных улучшений для этого корабля я выбрал крылья, а на мощные двигатели мне уже не хватило кредитов. Установим их в следующий раз. Я еще пробежался по настройкам в мастерской и разорился на покраску корабля за 1900 кредитов. Пора протестировать смену полетных режимов. Взлететь можно сразу в режиме самолета, но лучше не экспериментировать, так как здесь нет длинной ВПП. Для перехода в режим самолета в воздухе желательно набрать высоту хотя бы метров 500 и еще нужно развить приличную горизонтальную скорость, чтобы аппарат не завалился при смене режима полета. Крылья разложились, двигатели развернулись горизонтально, и вот теперь уже это настоящий самолет. Можно использовать закрылки и даже приземляться по самолетному. Но, насколько я помню, раньше мне это очень плохо давалось. Правда, на этом острове практически нет смысла использовать такой режим полета, так как расстояние здесь очень маленькие. Пользуясь случаем, хочу выразить свою признательность всем спонсорам канала, а также спасибо каждому, кто заглянул в описание и поддержал канал Донатом. Если такое прохождение вам зашло, то продолжение обязательно будет. Благодарю за просмотр, до скорой встречи.